Друзья, всем привет! Нас тут поклонница, одна вновь появившаяся на канале, обвинила в заговоре против честных фермеров, которые растят якобы... Нет, они якобы, они растят действительно качественный продукт, но желтого цвета, то есть бройлер у них желтый. А мы, типа того, что вещаем и складываем такой стереотип у людей, что бройлер не может быть желтым, он белый. Ну, во-первых, бройлер может быть желтым, конечно, мы это не отрицаем, при ручном ощипе он будет даже желтее, но он априори будет желтее, чем наш, потому что у нас перосъемкой щипается курица. Естественно, птица будет желтее, если она потребляет кукурузу, но это как дважды два-четыре, да. И вот нам, значит, говорили, что вы экономите на корме и не применяете кукурузу, поэтому у вас белый, и зачем вы внушаете людям, что бройлер должен быть белым? Я всю жизнь выращиваю, и он всегда был желтым. Нет проблем. Если вы вручную щипаете, да, у нее есть пигментный слой, он желтый, дает желтизную этой тушке, все, нет вопросов. Если вы преимущественно кормите из ряносмеси с кукурузой, она будет желтее, чем другая птица, выкормленная на комбикорме. Тоже нет вопросов, как бы. Только здесь есть одна причинно-следственная связь. Если вы кормите из ряносмеси кукурузы в том числе, у вас просто тушка будет тупо жирнее. Ну, я думаю, что со мной все согласятся, да, кто ставил эксперименты, кормил кукурузой, пшеницей и так далее. Тушка априори будет жирнее. Помимо подкожного жира, который дает желтизну тушки, у вас еще будет вот такой оковалок жира в заднице, извиняюсь за выражение. При потрошении вокруг кишков и желудка вы вытащите приличный такой кусочек шматез жирка. И здесь уже другой вопрос. Кому-то, какому-то клиенту нравится такая тушка, какому-то не нравится. Мы сейчас как бы это не обсуждаем. Так вот, обвинив нас в том, что мы дезинформируем наших подписчиков, утверждая, что тушка белая, такие поганцы, и там, в общем, тра-та-та, теле-теле-тралли-вали, короче говоря, мы, как обычно, предположили, а вдруг обвиняющий нас человек вправ. Нет проблем. У нас какой есть выход? Эксперимент. Значит, смотрите, здесь у нас сейчас на каждом ярусе по 28 роллеров. Им сегодня 35 дней. Это КОП-500 Чехия. Вот на каком, выбирая, Лен, какой ярус. Средний, верхний, нижний. Мы сделаем следующее. Так как сегодня 35 дней, ели они до этого. Давайте я расскажу, что они ели. Ели, как обычно, кто нас смотрит постоянно, все знают пока нашу схему на данный момент. Возможно, она изменится, мы об этом сообщим, если вдруг такое произойдет. Значит, ели они маркорм... А, нет, значит, сейчас я так вот делаю. Смотрите, цыплята в брудер попадает. Там все как обычно. Первый мешок пурина. Пурина старт для бройлера. Мешок съели, все, переходит на маркорм 5.1. Идет маркорм 5.1 у нас до 25 дня. Дальше с 25 дня, это с пятерки, они переходят постепенно, переходят на ПК-6.1. Сейчас они еще едят ПК-6.1 до 40 дня. Вот. А с 40 они на ПК-6.2 перейдут. С 45-го постепенно будут переводиться на зерносмесь нашу стандартную, но это пока стандартная на данный момент, кукуруза плюс 30% пшеницы. Вот. И потом забой. Так вот, с каким ярусом, давай, говори. Со средним его легче снимать будет, если что. Со средним. Со средним ярусом, значит. Что мы тогда делаем? Сегодня 35 дней. Вот там у меня стоит дробленая кукуруза. Сейчас. Вот, значит, дробленая кукуруза. Вот такая фракция. Ну, я знаю даже, что нам скажет. Пыли много. Скажет два. Нет, они скажут в любом случае. Но зависит от настроения. Много пыли. Все это фигня. Вы неправильно надробили. Слишком крупная. Вы неправильно надробили, поэтому она не желтая. Но мы улыбнемся в ответ, да, и продолжим. Это эксперимент. Как вы смотрите. Сюда, значит, мы будем. Я буду добавлять кукурузу, чтобы она постоянно здесь была. С сегодняшнего вечера. Параллельно они будут продолжать есть у нас комбикорм ПК-61 до 40 дня. То есть кукуруза будет постоянно. Я буду подсыпать им и комбикорм. Комбикорм они будут выедать. Что, испачкался что ли? Ты нос белый. Так, как мы поступим? Я буду насыпать сюда кукурузу, чтобы она постоянно была у них с этого момента. Параллельно они будут есть комбикорм. Комбикорм я буду насыпать меньшая часть, чем кукуруза. Но никак не меньшую. Я, смотрите, как буду. Кукурузу насыплю, чтобы кукуруза была, короче, постоянно. Комбикорм насыпал. Понятно, она, птица, выберет комбикорм сначала. Выберет, полдня посидит, покушает кукурузу. Потом вечером досыплю еще комбикорма. И вот так, короче говоря, они будут у нас до 45 дня. До нашей стандартной схемы, когда мы всю птицу переводим на зерносмесь. И тогда я уже переведу ее на зерносмесь, как и всю вот эту массу. Здесь 154 штуки сейчас у нас. Переведу всех. И будут они у нас там 5-7 дней до забоя питаться чистой зерносмесью. Расти не будут. Мы это уже показывали. Просто, для чего мы делаем, что раз уж говорили. И все, и смотрим, мы потом сравним при забое. Сравним просто цвет. Мы не будем заморачиваться сейчас весами, взвешивать туда-сюда. Мы просто давайте посмотрим цвет. И все на этом. Что еще сказать? В принципе, прогноз наш какой? Ну, будет она чуть желтее. Верхний слой все равно снимется. Такой прям поразительной разницы мы не увидим, не вынимаем. Будет больше жира подкожного. Я думаю, что значительно. В заднице будет нормально так жира. Вкуснее это будет курица или не вкуснее? Жирнее. Она будет жирнее, это точно. И не только в заднице, Саша, по всей коже. По всей коже. Я сказал, что подкожный слой будет. И в заднице еще будет шматер. За счет того, что жир так или иначе, такой он желтоватого оттенка у них, конечно же, и тушка будет выглядеть похожа на желтое зерновое. Ну, и мы какой-то вывод там увидим. Придем к какому-то знаменателю, посмотрим, в чем разница. Вернее, как бы, как нам кричат в комментариях, будет ли такой эффект. Я еще как бы хочу пометить, что попрекающий нас человек щипет руками. Причем с мега какой-то скоростью, там, чумовой, я не знаю. Он, наверное, мастер спорта по ощипу куриц. Курп. Потому что 4 штуки за 10 минут. Ну, можно ощипать, наверное, знаете, вот так, что это будет ежик с пиньками там. Ну, его все равно дощипывать еще нужно минимум столько же времени. Ну, хорошо, пускай так. Так вот, пытаясь объяснить, что пиросъемка снимает верхний слой желтый, пигментный слой кожи. Нет, вы, значит, это самое. Оболгали. Вы оболгали честных фермеров, да. Вы оболгали меня, значит, которые 350 лет выращивают желтого бролера. И все. И скоро клиенты все поймут, что вы подонки. И перейдут к другим. Еще хочу вот что добавить, что птица, я думаю, что набирает жир в определенном возрасте уже. После, допустим, там 35-40 дня. Вот жирок она уже начинает набирать позже. Поэтому, когда птичку выращивают на зерносмеси, ее выращивают дольше, просто тупо дольше. Ее выращивают не 40, не 45, не 50 дней, а 60-65 дней. По этой причине эта птица просто имеет возможность набрать жир, потому как она с 40-го дня, условно, там, да, живет дольше. И она все свое добро откладывает под кожу. И поэтому у нее подкожный жировой слой большой. И поэтому она желтее, чем бролер, которого забивают 45 дней. 40 тем более. Вот посмотрите, вот он сидит, я не знаю, наверное, уже не видно. Смысл в том, что птица эта, она, у нее тонкая кожа. У нее прям тонкая-тонкая кожа, да, 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 да. Она розовенькая, такая нежная. Но подкожного жира у нее нет вообще. Это по физиологии птицы. Поэтому вы магазинную тушку увидите практически без жира вообще, понимаете? Птица сама по себе бролер физиологически не должна быть жирной. Этого в ней не заложено. Иначе она при своей наборе массы, при своем, будет, к сожалению, набирать именно жир. А она должна набирать мышцы, мышечную массу, мясо. Понимаете? Можно из того, кто совершенно никогда не бывает жирным, сделать жирным. Это не говорит о здоровье этой особи. Это говорит о том, что вы захотели именно так это сделать. И все. Вы можете крокодила вырастить на шоколаде, и он будет у вас жирный. Понимаете? Ну, я вас, конечно, утрирую, шучу. Если я своим клиентам предложу жирную тушку, я боюсь, что я половину из них как минимум потеряю. Последний вот клиент к нам приехали из Питера, ребята, специально, потому что они почему-то не могли в Питере найти нежирную курицу. Им нужно было именно нежирную. Как бы накладно, да, машинку из Питера гнать за птичкой. Это просто вопрос того, что нужно клиенту. Каждому свое. Кто хочет жирного, тот берет не бройлера, тот берет не сушку. Это будет такой аромат, это будет такой вкус и такая твердость мяса, которая понравится многим клиентам, которые любят жирную птицу. По поводу несушек, вот опять-таки вот этот комментатор нам писал, что несушка как раз синяя. И вот давайте, пожалуйста, ответьте в комментариях, напишите, как вы считаете, ваша несушка при забое, не как вы считаете, а когда вы забиваете несушку, ваши несушки желтые или синие. Я понимаю, что это зависит от породы еще, но вот среди наших кур, наших несушки все-таки желтые. И это зависит от возраста несушек. И от возраста несушек, да. Если дама бока нагуляла, то она будет желтой. А если она, извините, у тебя месяц сидела, чистилась на овте, и ты ее зарубишь, то я думаю, что она будет бледнее значительно. Потому что вопрос в жировой прослойке. Не больше и не меньше. Дал ты возможность птице зарасти жиром, будет желтая. Не дал, не будет. Как петухи, молодых четырехмесячных режешь. Кто-то склонен набрать жирок, а кто-то вообще нет. Кто нет, тот и не желтый, он бабочный, там белый, бледный. А кто набрал жира достаточно, помнишь, вспомни, мини-мясные петушки, которые склонны к этому. Да они такие желтые, что даже страшно бывает. Ну и не забывайте, у нас есть восемь серий прекрасного сериала про подкидышей, где наша птица, обычная несушка, воспитывала малышей. По-моему, кто там был? Коп или Рос? Рос, по-моему, болгарский. Да, ну, бройлера воспитывала. И у нас есть там же видео о том, как мы их забили. В общем, можете посмотреть цвет кожи. Птицы, которая ела зерносмесь, мешанки траву, гуляла на солнце. А напомню, разница там есть? Писовая разница есть. Нет, а в цвете? А в цвете я тебе скажу, что они значительно страшнее. Страшнее будет? Да, да. Ну, то есть там есть какие-то там дефекты, где-то они там плюхнули, где-то синяк. Ну, знаешь, что? Вот я сейчас, мне мысль пришла, какая. Мы же не знаем, откуда комментатор Родов, да? Может быть, он выращивает какого-то местного бройлера, который действительно желтый. Мне рассказывала соседка, что раньше, да, действительно бройлеры, говорит, но она про желтые зонтушки не говорила, что у бройлера были прям сильно желтые ноги. Как у кого? Как у Арборов, да? По-моему, не желтее, чем у Кобов. Или я ошибаюсь? Ну, не знаю. Может быть, там какой-то свой у них кросс, да? Я уже не знаю, мы оттуда, наверное, Родов. Ну, конечно, то есть, когда человеку говоришь, что исключительно кукуруза, вот исключительно кукуруза, не лучший корм для птицы. И все, и человека понесло просто как из гажей кучи. Слава богу, я отдыхала, мне было все равно. Я была у мамы в гостях, и мне совершенно было не до нее. У меня бабушка давно-давно не видела внучку. Я занималась своей семьей, и мне нафиг не нужно было ее вообще слушать особо. Но, тем не менее, вот дама просто изошла на пену, доказывая, что кукуруза – это айс, а все остальное вообще птице не надо. Ну, знаешь, если это рассуждение человека, который выращивает бройлеров, ну, то я балерина, понимаешь? По-моему, каждый, даже самый большой осел в этом деле, знает, что нельзя ограничивать птицу конкретно одним каким-то зерном. И даже при условии, что кукуруза, если ты помнишь, выкармливает малышей, самых маленьких цыпляточек, первое, что дают им – это кукуруза. Ну, это дедовский метод, когда комбикорма не было. Да, и вот, в общем, мы же тоже им пользовались, вспомни. Ну, было, да. То есть мы тоже иногда давали исключительно кукурузу птенцам, самым суточникам. Каждый из нас, у нас все люди достаточно умные и опытные на канале, они все прекрасно знают. Да. А желтки знают пигментный верхний слой, который снимает, рассъемка или что. И жирок у нее появляется подкожный, даже если вы на зерносмеси. Через какое-то время. Если вы щипите руками, ну, кто щипал, тот знает, не надо этим байки-то рассказывать. Вы сами знаете, что это все будет такими лохмотями слезать некрасивыми. И мы уже об этом 100 раз говорили. А если есть подкожный жирок и тушка желтая из-за подкожного жира, когда птичка росла больше 60 дней, то вы уже никак этого из нее не выбьете. Даже больше вам скажу, при обжиге происходит, помнишь, обжиг, помнишь, статья эта? Что нельзя делать явно большой обжиг, потому что жир начинает подкожный плавиться. Он дает больше, гораздо желтизну. Но это не рекомендуется делать, потому что нарушение кожного покрова происходит. Вот этой штукой, ну, для обжига. Да я тебе скажу так, что у нас была партия, помнишь, жирная птица. Да. Она обжигалась по-другому, она прям практически шипела, как кипела у меня. Жарилась. Ну, не жарилась, а жир прям топился, можно сказать, подкожный. Вот была у нас какая-то партия жирная. Заметьте, вот мы еще сколько, мы много раз уже об этом говорим. Зависело даже не от условий содержания. Условия содержания были одинаковые. Просто разные партии разного производителя. И у одного была, от одного производителя птица была жирнее, а от другого производителя, там, может быть, другой был кросс. Другая семья просто, наверное. Правительский стад другой. Что там было? При тех же условиях птица была менее жирная. Да. Да. Что еще раз, я говорю, может быть, просто у женщины какой-то свой местного разлива кров, который вот такой желтый. Может, он вообще у нее китай. А может быть, женщине просто так хотелось нас обидеть? Это скорее всего, да. Мы-то знаем причину, конечно. Но мы не будем об этом распространять. Ладненько. Все? Отойдешь? Мяу. Я в тачку врезу. По заявкам телезрителей, как говорится, у нас намечается эксперимент, ну, уже наметился эксперимент новый. И нам поэтому нужно побольше кукурузы намолоть. Вот я сейчас этим и занят. Продолжение следует... 30 октября 2019 года. Эксперимент у нас в полном разгаре. Бролером сегодня 40 дней. Средний ярус продолжает у нас есть кукурузу. Верхний, нижний на этой клетке и здесь все у нас еще пока, пока 6, 2 маркорм. Значит, им я подсыпаю периодически немного, ну, как немного, но подсыпаю, короче, я поверх кукурузы комбикорм. Комбикорм где-то, наверное, раз, ну, может быть, два раза в сутки. Они его быстренько выедают, конечно, комбикорм они кушают с большим удовольствием, чем кукурузу. И остальное время у них кукуруза. Кукуруза. И им приходится ее есть, как бы. Ну, посмотрим, что из этого выйдет. Вот я им сейчас подсыпаю комбикорм, сейчас будет у них истерика. Ну, не такая сильная, как обычно, но все равно они очень воодушевились. Еще вечером тоже дам. Все, ребята, ну пасаран, смотрим за экспериментом.